Фестиваль «Червона-Колына» уже в 25-й раз прошел в Мелитопольской воспитательной колонии, где содержатся несовершеннолетние девочки. Успехи тамошней самодеятельности мог оценить и наш корреспондент. «Червона-Колына» – это ежегодный конкурс талантов среди колоний, в которых отбывают наказания несовершеннолетние. Таких в Украине шесть. Мелитопольская – единственная, в которой содержатся девочки. Сегодня их здесь всего 22. Помимо работы и учебы, они активно занимаются в кружках – вокальном, хореографическом, осваивают рукоделие. Так что этот смотр – своего рода годовой отчет о проделанной работе. Каждая из воспитанниц внесла свою лепту в представление, будь то песня, танец или же декорации. «Нет на сегодняшний день таких, которые не принимали бы участие или не интересовались бы, например, каким-то видом творчества или рукоделия. Мы показываем возможности. Показываем, а они уже по направлениям выбирают сами. И у кого-то больше стремления, у кого-то больше таланта». Фестиваль примечателен еще и тем, что не участники едут к жюри, а жюри к участникам, поочередно посещая исправительное учреждение. Конкурс носит патриотическую направленность и девочкам удалось отлично передать колорит украинского праздника, прежде всего, ярмарки. Поэтому в этом году, как и неоднократно до этого, рассчитывают на победу. «Мы и так уже давали людям поделить с нами призовое место. В этом году мы должны единолично занять первое место. Вы видели, какой прекрасный праздник создало подразделение дети и сотрудники». Такое разностороннее развитие своих подопечных сотрудники колонии обеспечивают прежде всего с целью показать оступившимся подросткам, что есть другая, полноценная жизнь, начать которую еще не поздно. И эта методика дает свои плоды. Отсюда девочки выходят другими людьми, а готовя песни, танцы, сценки, платья для показа мод, декорации, и вовсе некогда задумываться о прошлой жизни. Для них теперь важно настоящее и будущее. Над этим и работают. «Мы очень хотели показать всем, что мы умеем, что у нас есть таланты, потому что многие из нас раньше не пели, не танцевали. Здесь мы научились этому. Есть преподаватели, которые показывают, как правильно делать, что мы научились. Мы хотим показать людям, что мы не только отбываем наказание, но и мы учимся здесь танцевать, петь, вышивать, готовить, то есть что мы можем пойти в общество, быть хорошими людьми там дальше после колонии». Наиболее активных участниц конкурса, а также воспитателей, без которых праздник был бы попросту невозможным, поощрили грамотами и благодарностями. Тем временем эстафету от Мелитопольской колонии приняла Ковельская, расположенная в Волынской области.